привет! ну что ж в ближайшее время мы будем почитывать разные истории, рассказы главы из книг буду рада твоему комментарию если ты напишешь, какие бы рассказы, истории, сказки может быть, главы из каких-либо книг ты больше всего хотел бы услышать а сегодня я выбрала вот такую книгу легенды о короле Артуре так что устраивайся поудобнее и давай прочитаем я ее еще не читала но мне кажется, что там может быть что-то интересное я помню я смотрела сериал Мерлин по-моему, он назывался про молодого Мерлина там была Маргана мне очень нравилось не знаю, насколько он близок к истории которая нам дошла но... давайте немного прочитаем из этой книги здесь присутствует 11 рассказов если вам понравится можно будет прочитать и следующее а в начале нас ждет первый рассказ как Артур стал королем в давние времена в Британии правил не один государь а множество князей и одного из них самого сильного и могущественного по имени Утр Пендрагон все считали королем Англии правителем юго-восточных земель и вот однажды Утр Пендрагон созвал на пир самых доблестных рыцарей и самых красивых дам королевства Среди гостей был и его давний соперник в борьбе за власть Могущественный герцог Карлойс Корноллский если я неправильно прочитаю или неправильно поставлю повторение прошу прости Могущественный герцог прибывший на праздник вместе с женой прекрасной леди Игрейной Увидев Леди и Грейна Утр страстно в нее влюбился ибо она была так же добра и умна как и прекрасна Больше всего на свете захотелось королю жениться на ней но дама была добродетельна и верна своему мужу Возмущенный тем, что Утр добивает звания его жены Герцог с супругой спешно и тайно покинули пир Ярости король приказал своим войскам осадить Тинтадагель родовой замок герцога Мрачную крепость на полуострове Гурнолл Но во время осады от великой любви и разочарования Утр серьезно заболел и его приближенные боялись что король может умереть В те времена в Англии жил знаменитый волшебник по имени Мэрлин Он был настолько могущественным что мог превращаться в кого угодно становиться невидимым и даже переноситься в любое место в мгновение ока Утр послал к нему рыцарь за советом и помощью в делах любви И вскоре Мэрлин предстал пред ложем, на котором лежал больной король Сэр, сказал Мэрлин Мне ведомы все тайны и желания вашего сердца Леди Игрейна станет вашей женой но за это вы отдадите мне на воспитание вашего первенца я согласен пусть будет по-двоему ответил ему король сегодня же вы сможете проникнуть в замок и встретиться со своей любимой видом же вы будете как герцог и ни Леди Игрейна ни слуги не смогут вас отличить от него и вот поздно вечером исцеленный король и Мэрлин направились к замку но герцог Карлойс заметив, как утром покидает свой лагерь выступил ему навстречу они сошлись в смертельной схватке и король убил герцога Курноэллского лишь на следующий день Леди Игрейна узнала о смерти супруга и удивилась этой вести ведь она видела мужа ночью когда тот уже должен был быть мертв она решила сохранить встречу с принявшим обличье герцога в тайне почти сразу же после похорон герцога Курноэллского утром Бендракон вновь признался в любви Леди Игрейна и на сей раз она к нему была благосклонна быстро сыграли свадьбу и не было конца радости и веселья в замке короля тогда же по желанию утра обвенчались и две дочери Игрейны от первого брака старшая ее дочь Мургауза вышла замуж за Лот короля Аркнийских островов Элотиана средняя Элейна Зенандреса короля Карлота младшая же Моргана которая была еще ребенком отправили на воспитание в женский монастырь и вот когда пришло время королеве Игрейне произвести на свет дитя в замке короля вновь объявился Мерлин и напомнил о данном утре клятве когда родится у тебя ребенок не крести его и повели отдать его мне тайн через задние ворота замка как пожелал Мерлин так утре сделал через три дня у Игрейна родился мальчик и король повелел взять дитя запеленать его в золотое покрывало и отдать первому уже нищему у задних ворот замка так ребенок был передан волшебнику и тот окрестил его у священника дав наследнику имя Артур Мерлин поручил мальчика заботно преданного королю-рыцаря Эктора Артур жил в его доме и жена сэра Эктора вскормила его своим молоком наравне с собственным сыном по имени Кэй долгое время никто, кроме Мерлина и короля не знал, что Артур это сын Удара Бендрагона недолго жил король в счастье с прекрасной Игрейней прошло два года, и он тяжело заболел опечаленные бароны послали вновь за Мерлина а волшебник прибыл в королевский замок зазвал всех знатных людей в покое короля я не могу излечить Удара сказал Мерлин и громко спросил короля сэр, желаете ли вы чтобы после вашей кончины королем стал ваш сын Артур тут повернул голову Удар и молвил во всеуслышание я даю ему Божье свое благословение а когда он возмужает повелеваю ему истребовать мою корону а если того не сделает то лишится он благословения с этими словами Удар умер и был похоронен с почестями подобающими великому королю все его вассалы и леди Грейна погрузились в великую скорбь и печаль наступили ужасные времена само существование королевства казалось под угрозой каждый знатный человек считал себя достойным сделаться королем Англии соседние княжества затеяли между собой воины по всей стране всхлынули беспорядки и враги, воспользовавшись этим стали нападать на королевство во время распри почти все забыли о последней воле короля если бы кто-то и знал где искать наследника никто не захотел бы чтобы страной правил ребенок все это предвидел Мерлин поэтому и решил воспитывать Артура подальше от завистливых баронов пока тот не вырастет и не возмужает настолько чтобы взойти на трон удержать его и править мудро и честно и так прошло много лет Артур превратился в рослого юношу научился скакать на лошади биться на копьях в мечах обходиться с дамами и всему остальному что полагается уметь благородному рыцарю Мерлин решил, что время пришло и посоветовал архиепископу кентерберийскому созвать всех знатных людей королевства на Рождество в Лондон в собор святого Павла в самую прекрасную церковь Англии ибо, притрек волшебник там произойдет великое чудо которое укажет всем кто законный король этой страны когда молящиеся вышли из храма после службы они увидели в церковном дворе огромный квадратный камень подобный мраморному надгробию на камне стояла стальная наковальня а в центре ее был воткнут обнаженный меч вокруг которого свергали золотые письмена кто вытащит все мечи с камня тот и есть по праву рождения король над всей землей английской все удивились этому чуду а лорды, желавшие завладеть короной начали яростно спорить каждый хотел первым испытать свою судьбу и тогда архиепископ повелел каждому рыцарю по очереди согласно старшину и пытаться вытащить меч но сильнейшие из них не смогли даже пошевелить его нет среди нас короля сказал архиепископ пусть во все края направит концов который расскажет о мече в первый день нового года мы устроим турнир в котором сможет поучаствовать любой будь то рыцарь будь то просто людин пусть каждый участник турнира попытает счастье и попробует вытащить меч из камня а пока чудесное оружие будут охранять десятки славных рыцарей и вот в первый день нового года прибыли в Лондон рыцари со всей Англии были среди них сэр Эктор любивший турниры и поединки его сын только что посвященный в рыцаре и Артур молочный брат ранним утром в день турнира они оседлали коней и отправились к собору святого бауа уже подъехав к кристалищу сэр Гей хватился меча который оставил дома и он попросил Артура вернуться за оружием с преликой охоты согласился Артур я во весь опор поскакал за мечом однако дома юноша никого не застал госпожа со всеми слугами отправилась смотреть турнир не найдя меча, Артур расстроился ведь теперь его брат не сможет снискать славы в поединках огорченный он вдруг вспомнил, что видел какой-то меч торчавший из камня посреди церковного на двора да, возьму-ка я этот меч все равно от него никакой пользы не могу же я допустить чтобы мой брат сэр Гей остался без оружия в такой день решил Артур да поспешил к собору на церковном дворе никого не было охранявшие чудесные мечи рыцари бросили свой пост да отправились на турнир не задерживаясь, чтобы прочитать надпись на камне и ничего не зная о том, как мечом пытались завладеть многие Артур спешился одним движением руки вытащил меч из камня да поспешил к брату а сэр Гей тут же узнал чудо-оружие обрадовался и поспешил к отцу со словами смотрите, сэр, это тот самый меч из камня значит, быть мне королем Англии но сэр Эктор безумно удивился и потребовал рассказать каким образом сыну достался меч брат мой, Артур принес мне это чудесное оружие отвечал сэр Гей а как ты добыл все мечи? повернулся Эктор к Артуру но я дома не нашел меча сэр Гея поспешил к собору вытернул этот меч из камня без всякого труда сэр Эктор быть тебе королем этой земли торжественно произнес сэр Эктор почему? свелся Артур потому что так угодно Богу ответил Эктор этот меч дождено было вытащить только тому, кто является законным королем Англии но сначала я хочу проверить истинных твоих слов и сэр Эктор поспешил сыновьями на церковный двор дел нехитрое сказал Артур подошел ко мне и воткнул в наковальню меч Эктор и Гей попробовали вытащить оружие тянули изо всех сил но не могли даже его сдвинуть ну, теперь попытайся ты предложили они Артуру охотно, ответил юноша и с легкостью вытянул меч во второй раз тут сэр Эктор и его сын опустились перед Артуром на колени почтительно склонили головы и поклялись верности увидев это, Артур скричал в испуге дорогой мой отец милый брат зачем вы встали на колени передо мной должен сказать вам господин мой Артур ответил благородный рыцарь Эктор что хоть я люблю вас как родного вы мой приемный сын и рыцарь рассказал, как по просьбе Мерлина он заботился об Артуре с младенчеством юноша же опечалился узнав всю правду и горевал о том, что разом потерял и отца и мать, и брат они отыскали архиепископа и сэр Эктор рассказал ему, что произошло когда Прилат выслушал всю историю и увидел чудесный меч в руках юноши он сразу же послал с рыцарями-баронами и повелел им собраться во дворе храма при великом стечении людей Артур вернул меч на место и так же легко вытянул его обратно и тут вспыхнула распри одни лорды приветствовали Артура как своего короля другие гневались считая великим позором то, что им будет править безвестность юнец в конце концов было решено отложить дело до Пасхи хотя никто, кроме Артура не заявил права на трон и никто так и не смог вытащить меч из наковальни у камня опять поставили десять рыцарей чтобы эти стояли на страже в церковном дворе днем и ночью и на Пасху еще больше баронов и лордов съехалось в Лондон чтобы попытать счастье с мечом и вновь только Артур преуспел в этом что весьма расстроило многих но лордам опять удалось отложить решение на этот раз до Пятидесятницы но и на Пятидесятницу история повторилась Артур единственный смог вытащить меч из наковальни и случилось это перед лицом не только лордов но и простых людей и народ скричал Артур наш король и никто другой не допустим, чтобы медлили с решением и дальше и все богатые и бедные пали перед Артуром на колени молили простить их за то что так долго не признавали его королем а он простил их сначала его посвятили в рыцаре а затем короновали Артур поклялся перед лордами и народом править справедливо отныне и до конца своих дней и первое что он сделал выслушал жалобы на обиды, учненные после смерти Утора Пендрагона и велел вернуть земли и замки тем, у кого они были отняты Своего воспитателя сэра Эктера король Артур наградил новыми землями а сэра Гей, которого горячо любил сделал сеношалем своего двора и всего королевства для службы при дворе король отобрал лучших рыцарей страны и поселился с ними в замке Камелота стараясь править мудро чтобы вернуть в королевство мир, спокойствие и порядок вот и конец первого рассказа могу вам еще показать иллюстрацию вот этот Артур коронует это я так понимаю когда Артур дома не нашел меча а это толпа людей которые смотрели на меч а здесь как Артура передают при рождении в начале есть такая иллюстрация где юноша сидит под деревом но пока могу сказать, что первый рассказ мне понравился интересно узнать ваше мнение и хотите ли вы почитать еще рассказы о короле Артуре я буду очень рада вашим отзывам надеюсь, что мои видео мой шепот помогли вам расслабиться отдохнуть и просто вы получили приятные эмоции что ваши комментарии что ваши комментарии как вам легенды о Артуре и надо ли почитать еще и какие еще рассказы, книги, главы из каких книг я думала, что можно из некоторых книг но так как полностью их читать это очень-очень долго брать или первые главы или если я уже читала книгу это может быть глава, которая мне больше всего запомнилась но интересно послушать ваше мнение на этот счет так как у нас пока с Гарри Поттером мы притормозим я думаю на пару месяцев а потом будет видно как его все-таки в одном видео пытаться выпустить или нет ваше мнение в любом случае огромное спасибо вам за просмотр всего самого-самого только самого хорошего волшебного и прекрасного я не что не это не это не это не